Доктор Кук, вопрос от нашего зрителя. Нет желаний никаких. Вот ничего не хочется. Просто человек лежит и ничего не хочет. Куда пропадают желания? Откуда им взяться? Приветствую всех. Здесь состояние на самом деле глубже. Это признак того, что центры удовольствия истощены. Это определенные мозговые структуры, где собраны в этих определенных участках мозга, они рассыпаны, центры удовольствия по всем структурам мозга, в основном сосредоточены в поясной извилине. И центры удовольствия определенные нейроны, клетки, которые синтезируют гормоны, настроение и самочувствие. Надо всегда смотреть глубже. Посмотреть, что вызвало это состояние. Как долго оно развивается. В чем это проявляется. И поэтому речь идет о депрессии. Немножко шире посмотреть. Надо расспросить себя или оценить свои эмоции на самом деле. Вот используем шкалу Готланда. Снижена устойчивость стресса. В какой степени? Может быть, этого признака нет. Ноль баллов ставите. Может быть, в некоторой степени единицу. А довольно сильно? Два балла. А очень сильно? Три балла. Более агрессивное. Направленное на внешние обстоятельства. Поведение. Трудности самообладания. Тоже оцениваете по этой же шкале. В некоторой степени единица. Довольно сильно? Два балла. Три. Это очень сильно. Чувство опустошенности. Чувство опустошенности. Вот это вот о чем крик души в этом вопросе. Чувство опустошенности. Опять же, в какой степени? В некоторой степени единица. Довольно сильно? Два балла. Очень сильно? Три балла. Интересы отодвинулись на задний план. Здесь тоже можно косвенно увидеть. Нет желаний. Ничего не хочется. Вот такой синдром перегорания. Интересы, которые определяли личность, они отодвинулись? Или вообще их нет? Вообще. Постоянная необъяснимая усталость. Тоже за этим стоит. Нет желаний. Тоже за этим. В какой степени? Единицу поставить. Двойку или тройку. А может быть, какие-то моменты раздражения, беспокойства, напряженности. Нет желаний. А часто бывает за этим еще и напряженность. Осознается она или нет? Нерешительность в повседневных ситуациях. Раньше вы были более решительны. А теперь вот сколько это состояние присутствует? По этой шкале 1, 2, 3 оценивайте свое состояние. Нарушение сна. Немаловажно. Во-первых, люди, которые страдают депрессиями, они спят из всех-всех расстройств. Меньше всех. Три часа. Четыре часа. Нет чувства удовольствия. Нет чувства, что ты выспался. Раннее пробуждение. Засыпание с трудом. Беспокойный сон. Непреодолимая сонливость в дневное время. Вот на это обратить внимание. Нетерпение. Беспокойство. Чувство неловкости. Особенно по утра. К обеду вроде как бы и проходит. Немножко становится легче. После обеда. Для снятия напряжения что используете? Ну люди часто используют алкоголь. Злоупотребление алкоголем. А мы знаем, что алкоголь это по своей сути депрессант. Не антидепрессант, а депрессант. А может быть кто-то увлечен лекарствами, пустынью, валерьяном. А может быть какие-то еще транквилизаторы используются. Может быть вы снимаете повышенной активностью. Или изнуряющей работой снимаете напряжение. Усиленным занятием спортом. Как вес? Вес стабильный? Или вы похудели на 2 килограмма, на 3, на 5, на 7 килограмм. Или наоборот поправились за последнее время. Вес стал нарастать. Это тоже надо учитывать. Как вы себе представляете будущее? Нет желаний? А как вы представляете будущее? Оно цветное у вас. Оно в каком-то сером цвете. В черном цвете. А может быть оно у вас мрачное, безнадежное. Тоже оцените 1, 2, 3. Сколько баллов? Насколько это выражено? Может быть где-то глубоко, даже друзьям, близким, родным не говорили. Жалость к самому себе. Оцените, насколько это выражено. До этого периода, 3 года назад, 5 лет назад, может быть 10 лет назад. Вот были ли такие периоды, наблюдалось ранее в семье, может быть. Папа, мама выпивали. В детстве как это прошло. Это надо все вместе. Злоупотреблял кто-то алкоголем. Или у вас был такой период. Злоупотребление лекарствами, алкоголем. Может быть вы переживали раньше подобное состояние депрессии. Может быть суицидальное поведение. Мысли приходят, покончат с собой. Может быть это моменты отчаяния. Были эти периоды, нет. Увлечение деятельностью связано с риском. Подсознательно человек ищет этот опасный какой-то несчастный случай. Он ищет, он идет к нему. Вот эти моменты. Если это что-то было такое подобное, тоже оцените. Один балл, два балла, очень сильно. Три балла, очень сильно. Довольно сильно два балла. И вот когда вы посчитаете по всем этим тринадцати показателям. Вот тогда вы оцените по-настоящему. От нуля до тринадцати это у всех. Это у всех. Это наше общество. От четырнадцати до двадцати шести баллов. По всей вероятности развивается депрессия. Проконсультируйтесь с врачом. Проконсультируйтесь. Может быть в этом случае есть депрессии легкой степени. Есть средней тяжести. И тяжелой депрессии. И тяжелой депрессии. Вот когда вы набираете двадцать пять, двадцать шесть, до двадцати шести. Можно психологически исправить положение. Но вот учитывается все факторы. Как долго это состояние. Только два-три месяца или уже полгода. А может быть год. Вот когда депрессия развивается. Она имеет тенденцию углубляться. Обрастать. И она уходит в тело. Когда уходит в тело. Это называется соматизация. Соматизация. А если двадцать семь и тридцать баллов. Это явная депрессия. Немедленно нужно обратиться к своему врачу. Вот дело вот в чем. Комплексный подход должен быть. Комплексный подход. Если есть показания к применению антидепрессата. Антидепрессанты помогут восстановить центры удовольствия. Но в любом случае. Легкая депрессия. Можно обойтись без антидепрессантов. А если потяжелее. Без антидепрессантов не обойтись. И они восстанавливают центры удовольствия. Восстанавливают работу мозга. Поймите, что депрессия. Это тяжелое психическое расстройство. И конечно без психотерапии не обойтись. Ну вот как бывает. Как бывает. Начинают выходить на антидепрессантов. Полгода обязательно надо принимать антидепрессантов. Это не разовое лечение. Это курсовое лечение. Но нужна хорошая психотерапевтическая работа. Иначе вот те узлы, те противоречия, симптомы уйдут. А эти узлы и противоречия, они останутся. Они останутся. И просто так, наскоком, вот это состояние не возьмешь. Просто так эту черную даму не прогнать. Нужна серьезная работа. Серьезная работа. А так, в принципе, можно назвать шесть стратегических направлений.